всем привет в этом видео я буду работать с абстанс пейнтере как ни странно начало идет с 3d max а значит есть у меня модели и чтобы не показывать целиком не текстурить я от нее шлем и будут текстурить шлем на развертку занимает вот такое место деталей на этой модели очень много и вот наш такой вот получился нашим сейчас покажу симсы швы здесь значит я вот так сделать развертку вырезал основание шлема вот эти вот уши ну и пополам его разрезал но у шлема присутствует что-то вроде очков то есть мне нужно вот эту часть отделить отдельные за текстурить как это сделать чтобы не мучиться опять разверткой так как она уже развернута и перепекать карты все это перераспределять сетку на развертки это долгая история я это сделаю с помощью айди карты то есть они карта мне уже есть но шлем там отдельный как вы понимаете только вот основание основание шлема и вот эти уши все остальное можно отделять только с помощью один а то есть помощью цвета сейчас покажу один материалами сделал вот такое количество деталей вот шлем вот его цвета такой зеленый зеленый зеленоватый в общем и мне нужно отделить в общем вот этот очки его и гребень отделю и хочу лучше еще отделить чтобы было удобно текстурить значит что делаем ну вначале давайте запечем вот это вот все дело с помощью встроенных 3d max инструментов то render uv template текстура у меня размером 496 и задаем здесь тоже самое размеры размеры нашей текстуры чтобы чтобы совпадали координаты текстурной развертки значит здесь показывает visible age оставляем sims убираем пересечения тоже убираем и я ставлю solid то есть серый такой цвет render быстро он делается очень и вот такой у нас такая у нас сетка вот получилось вот она сохраняем 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 такой же самый формат вот вот у нас получилось такое вот дело это мы уже в фотошопе и откроем интересующуюся у нас файл фрейм 2 вот значит можно сделать по-другому даже давайте вернемся 3d max и уберем visible age и запечем еще одну карту только без ребер фрейм 3 открываем открываем выделяем катер лак и вставляем его сюда это закроем значит второй файл который мы отрендерили просто сплошной цвет идет но относительно сплошной какие-то здесь артефакты все время надо настраивать 2d файл так теперь наши очки проходят вот в этом месте если все правильно сетка нам указывает она оказывает правильно то есть два ободка есть вот одна линия а вот сверху вторая линия ну и получается такой бортик нам нужно внутреннее выделить это будет стекло здесь я просто выделю для того чтобы было удобно текстурировать и гребень этот выделю чтобы возможно залить его отдельным цветом каким-нибудь вот и далее приступим к текстурированию в Substance Painter и ну для этого надо сначала сделать карту так открою я еще один файл материал материал идеи сначала выберем цвет каким мы хотим залить нашу айди карту и здесь на шкале что-нибудь выберем ну допустим вот такой сетки куда-нибудь сюда перемещу чтобы он ни с кем не совпадал так цвет у нас есть теперь здесь делаем прозрачность и берем допустим вот этот инструмент выделение прямоугольное лассо и аккуратненько по вот этой вот сетке выделяем можно конечно в Substance это и 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 руки будет заметно и не так будет смотреться как хотелось бы все таки это робот да это делается все на станке станок у нас режет в основном ровно так выделили линию нажимаем на заливку и заливаем вот такая получилась улыбка нормально теперь смотрим где у нас здесь развертку еще нужно сделать на развертку точнее выделить я хочу еще вот эти вот части где находится находится не вот самая крайняя линия переходим с photoshop ищем наши вот эти вот уши подключаем нижнюю сетку чтобы было видно делаем прозрачный верхний слой и таким же самым способом выделяем но можно можно взять другой какой-то цвет и таким же образом выделяем прямо по сетке потому что развертка она делается не идеальной все таки с какими тогда от идеального примитива привели примитива видео окружности не получается это нужно выделять строго по этим линиям по линиям сетки чтобы наша линия на готовом результате было идеально ровно ну или приближенная к этому к трубе снимаем выделение переходим к следующему уху и она выделяем опять так и заливаем смотрим что у нас получилось хорошо все получилось и теперь еще один момент который я хотел выделить в этой модели на все таки вот здесь эту линию пущу где она проходит проходит она 1 2 3 в общем 3 сверху 1 2 3 4 4 4 линия по 4 линии нам нужно выделить photoshop и изменим цвет также возможно это будет с одним цветом зале залита но вдруг мало ли захочу это сделать карбон допустим сверху еще кто-то вставку это лучше изменять цвет это несложно сделать шлем и шлем и четвертая линия 1 2 3 4 вот она проверим как она здесь выглядит да это вот закругление такое идет и выделяем ее чтобы перемещать фотошопе зажимаем пробел появляется ладонь и туда можно перемещать изображение по нашу крану такие подготовительные моменты они вынуждены эта модель меня ее моделировал не я мне нужно было поправить в результате там заказчик отказался я ее как бы из чтобы там особо не палить эту модель на и скрыл и только шлем шлем как бы ну не могу сказать что он какой-то там из ряда вон это супер-упер поэтому думаю что его можно показать ничего в нем такого нету потому что был заказ срочно быстро все это сделать но за за 4 часа сделать развертку некоторые детали риток надо было сделать потом еще текстурирование но это нереально в общем заказчик психанул и отказался ну дела как заказчик если есть такие люди которые с такой скорости могут сделать с такой скоростью не могу сделать ну естественно требования выдвигаются уже все было отлично сделано замечательно так заливаем смотрим что у нас здесь получилось получилось хорошо катар выбираем выделение и здесь осталось небольшой артефакт и не берем кисть нужно сделать меньше и кликаем в одном месте зажимаем shift проводится ровная линия так численно жестко выбрать чтобы она закрашивала сразу то что немного вылазит за пределы того что было ничего страшного потому что идет здесь паддинг и рядом стоящие текстурные элементы развертки не перекрываются поэтому все в порядке ну или можно так просто провел навес так сохраняем значит рабочие вот эти вот вспомогательная карта идеи там верфрейм я сохраняю в чп которые карты идут в движок уже в пнд 16 битный канал это ну как требование там для движков идет особенно для нормал мап и для внутренних карт substance painter а также лучше айди материал айди пересохраняем я раньше сохранял оставлял запеченную запеченные карты в фотошопе но они весят очень много и я сохраняю в пнг с минимальным то есть с максимальным сжатием но самое медленное сохранение а потом уже работаю как бы в остальных программах в частности с абсенс пейнтере во-первых это облегчает работу там потому что иногда с абсенс вырубает компьютер у меня такое было повесить и сам файл фотошопа весит до 3 гигабайт это очень много поэтому я запек вытащил из фотошопа нужные мне карты нормалка что там и тикны с вот эти вот все а о они сжимаются и весят немного сто 200 мегабайт против двух трех мегабайт формате фотошопа так запекли мы в общем с вами айди карту фотошоп просто свернем макс макс уже наверное не нужен так шлем я сохранил вроде бы а мэн джи джи хернет да так ну пока месяц пускай останется и переходим с вами с абсенс пейнтер и начинаем работу с самого начала новый проект и выбираем нашу наш шлем обиджи хернет здесь выбираем 4.96 документ резолюшн разрешение документ и я добавляю сюда карты которые я запек со всей модели туда входит нормалмап которые я перепекал с хай поле на лоу поле так текстуру вот альбедо у меня там уже есть он там красный цветок это я уберу не знаю буду использовать альбедо или нет ао куатура материал не нужно нормал нормал позиция тикнесс материала идеи нужно но зашу потом еще если не хватит добавлю так 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 вроде цепи альбедо момент назвал на самом деле арабамен называться решил посмеяться ну вот у нас голова общем есть которую потом я текстуру могу сохранить смарт материал и перекинуть на общую модель но вам естественно я это не покажу чтобы не полить как я уже говорил модель так есть у нас такой вот шлем переходим в текстур сетт сеттингс здесь можно настраивать добавлять карты в частности можно добавить допустим амбент окружен ау чтобы потом ее запекать и вот у нас здесь вот бейк миш мэпс то есть карты которые можно запекать в среде сабстанца но я их запекал в мармасет так запекал я в общем в этом мармасете так вот он мармасет у нас вот этот самый шлем бывает что модель не отцентрована чтобы отцентрировать по размеру там фрейма в общем здесь frame selection то есть мы выбрали голову это но ее центрирует и получается отцентрирует или общую картинку frame сцен то есть общую сцену так как нас интересует голова мы выбираем здесь view frame selected вот теперь вращается четко по центру наша голова очень удобно так substance painter вновь мы в substance painter и переходим в project вкладку project и здесь наши карты которые сразу же и подгрузил и начинаем их распихивать по местам normal map первая идет перемещаемся в normal map потом select world space normal map это вот она она называется в мармасете normal object следующее id map которую мы с вами покрасили также нам очень нужно некоторых проектах она вообще не нужна все по развертке можно делать но в моем нужно так ambient occlusion ао также это все эти карты я запек в мармасете очень удобно там сделано запекание и респект вообще по команде этой так кроватур где у нас тут кроватура вот она position position вот и thickness и сохраним заодно файл save us helmet сохраняем так сохранится сейчас проект сохранился так и вот он добавил в общем сразу цена потяжелел в общем добавилась нам сюда все эти карты normal map добавился сейчас проверим это у нас так действует вот ambient occlusion наверняка 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 не особо я понял да то есть эти вот линии выделяется с помощью запеченной ambient occlusion так так ну в принципе можно начинать текстурировать с чего начать нажимать нажимаем на нажимаем на катерл g переключаемся в общем английскую раскладку клавиатуры без нее substance плохо работает некоторые элементы некоторые элементы вообще не работают поэтому переключаемся на английскую раскладку и здесь нажимаем выбираем первый слой да и выбираем катерл g это у нас получается папка и назовем ее металл допустим металл так это у нас будет основа то есть весь шлем у нас состоит сверху будет краска ну а весь шлем состоит из это здесь я не не удалял элементы которые перепеклись ну так как это будет в проекте в общем тут шея вместе с головой это можно на это не обращать внимание там ну не тратил время потому что его и так и не было и все равно в результате не успел за 4 часа это все сделать ну ладно вернемся к substance painter итак основа у нас металлическая и поэтому это называем металл и переходим в нижний слой на это у нас кто это у нас кто это у нас просто слой рисования мне нужна заливка вот филл филл переходим в материалы здесь предоставляется какое-то количество стандартных материалов которые идут вместе с программой и можно здесь выбрать любой металл можно самому сделать можно выбрать тут вот какого-то значения не имеет то что ну в всяком случае в моем в моем случае значит текстура будет на нем так как голова за ним и и и и и и и и и